Всем привет, друзья! Вы на канале LexGame и в этом видеоролике мы с вами поговорим про новое обновление, которое вышло у нас в Lost Light. Но прежде чем, друзья, мы начнем, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Как вам это обновление? Что вам понравилось? Что не понравилось? Пишите в комментарии, мне будет очень приятно. Но, друзья, еще подписываемся также на мой телеграм-канал, чтобы ничего не пропускать из мира игровой индустрии. Всем большое спасибо, а мы начинаем. Ну что, друзья, вышло обновление. Я не знаю, какое оно по нумерации обновление, но что я здесь выделил, так сказать, несколько таких моментов, которые приносят немного, так сказать, разнообразия в этой игре. Первое, что бы я здесь выделил, это значит у нас теперь появляется выставочный зал. Изначально его уровень равен нулю. Для доступа к выставочному залу светлячку необходимо передать определенные материалы. После добавления определенного количества сувениров одного типа, в избранной открывается функция размещения и демонстрации данного сувенира. Разместить можно только сувениры с меткой «Разблокируемые». Интерфейс «Блок выставочного зала» позволяет перетащить сувенир и разместить его на витрине. Обратите внимание, что монеты ножей занимают довольно много места в ярусе, поэтому для их размещения выбирайте выставочные места с подходящей шириной. Вот такое, друзья, первое у нас, так сказать, приколюха появилось в игре. Это выставочный зал. Для кого-то, ну, не знаю, для кого-то, наверное, это будет прикольно, для кого-то нет. Ну, я не знаю, для чего это придумано, но может быть, чтобы было, как сказать, красиво, дорого-богато, так сказать. Как по мне, ну, не особо, так сказать, крутая штука, конечно. Да, можно там, я не знаю, это для таких людей, которые вот именно, так сказать, охотники за сокровищами, для них это будет прикольно. Я в основном делал как я, либо что-то находил такое, либо вот того же дракона. Яичко, я помню, по-моему, не находил. В основном это была крипта, ну, и я сразу ее продавал, потому что, ну, я не особо сильно в эту игру доначу. То есть, своими ресурсами, своими силами я выносил все из всяких локаций и сразу же их продавал. Не знаю, как для кого будет это интересно, но есть какие-то плюсы и какие-то минусы. Друзья, пишите вы в комментариях, как вам вот эта вот функция, выставочный зал, прикольная, не прикольная. Ну, а мы продолжаем дальше. Теперь, друзья, мы поговорим про друзы Хела. Время обновления друз уменьшено с 1 минуты до 20 секунд. Соответственно, подсказка выводится за 20 секунд до появления друзей, а не за 1 минуту, как это было ранее. Тоже, как бы, прикольная штука. То есть, они уменьшают эти друзы, чтобы, так сказать, намного, наверное, побольше можно было выносить этих друз. Ну, потому что, мне кажется, разработчики посмотрели на это все. Ну, как бы, многим игрокам не особо, мне кажется, тупо бегать там на той же самой карте бафа. Бегаешь, бегаешь, ждешь, когда этот друз обновится, обнулиться. То есть, ну, ждешь, ждешь, ждешь. Потому что там особо делать нечего. По крайней мере, как я это делал и как я в предыдущих видеороликах говорил. То есть, заходишь на баф, лутаешься, что-то находишь, забираешь, забираешь друз и сразу оттуда валишь. Ну, вот мое такое мнение. Дальше, друзья, следующий немаловажный момент – это арены радиумы. По субботам с 15 часов до 17 для входа в арену в режиме свободный бой билеты не требуются. Для арены радиумы теперь требуется уровень 17. Сейчас, друзья, я вам прочитаю и потом немножечко перескажу. На первые 10 покупок билета арены радиум действует скидка 50%. Светлички, ранее не сражавшиеся на арене радиум в режиме свободный бой, предоставляется шанс провести один бой без билета. В режиме свободный бой добавлены новые фиолетовые предметы. Ну что, друзья, давайте немножко здесь поговорим по поводу свободного боя. Свободный бой – это, в принципе, то же самое, то, что и рейтинговый бой. Ну, блин, я здесь, опять же, ничего такого сверхъестественного не увидел. Блин, я не знаю, для чего это, опять же, придумано. Такое ощущение, как будто разработчики, блин, все сильнее и сильнее затягивают гайки вот с этим рейтинговым режимом. Для чего это сделано, я немножко не понимаю. С моей стороны, как я ранее говорил, вот в моем лучшем случае, если бы они реально придумали бы просто одиночный бой, рейтинговый одиночный бой. То есть, как вот, я не знаю, в многих онлайн-играх есть, там, я не знаю, тоже Fortnite, Warzone взять. То есть, такие крупные игры, где ты можешь как и один побегать, так и побегать с своими друзьями. Как по мне, ну, вот тут вот именно вот этого вот не хватает, именно какого-то одиночного боя в рейтинге. Вот как по мне. Вот если был бы реально одиночный рейтинговый бой, вот прям вообще было бы прям красота, супер, блеск, шик. А вот этот вот свободный бой, арена радиума, вот это вот как-то, ну, я не знаю, как-то все затянуто очень сильно, блин. Ну, вот, ну, не знаю, ну, не знаю, ребят, пишите вы в комментариях, согласны ли вы со мной или не согласны. Как по мне, я говорю, ну, как-то очень сильно затянуты, вот эта вот арена затянута. То есть, затягивают гайки, прям уж что-то, прям, я не знаю, чтобы там, что, что, что там такого должно произойти, чтобы ты должен туда попасть, там, типа, как элита, блин. Как по мне, я не знаю. Еще раз повторю, ребят, пишите в комментариях, ваше мнение будет тоже очень важно для меня. Ну что, друзья, давайте продолжать дальше. Боевая система. Оптимизация навыков Ноя. После оптимизации Ноя группы UTE, припасы собираемым питомцам автоматически группируются. Но будьте внимательны, если атрибуты одинаковых предметов не совпадают, эти предметы будут разнесены в разные группы. Тактильный осмотр, да, друзья, тактильный осмотр у нас уже давным-давно пришел, если я не ошибаюсь, середина седьмого сезона. Поправьте меня, если я не прав. Ну, не знаю, тоже такая какая-то непонятная штука, для чего она нужна. Ну, типа, наверное, для красоты. Тактильный осмотр. Для M870, для Car58 и Bell153 добавлено различные действия тактильного осмотра. А в случае полного, неполного или пустого магазина. Повышенная реалистичность осмотра в положении подавителя. Меняется в зависимости от наполнения магазина. Особенности наряжения. Для шлемов серии К, В, М и Л добавлено новая функция снижения пулевого урона. Новая функция М5 и винтовки Мосина. Убийца мародеров повышен урон наносимой фракции мародеров. Новая характеристика АКС-74Н. Отсутствие отдать в течение короткого времени при прицеливании. Да, друзья, вот здесь бы я немножко выделил то, что вот это АКС-74Н. Здесь вот они, ребята, молодцы. То, что добавили именно в течение короткого времени при прицеливании отсутствия отдачи. Потому что, блин, реально бывает. Как по мне, именно калашик в этой игре очень крутой. Он очень бомбический. Но, блин, бывают такие моменты, что ты прям не хочешь его брать. И вот прям чего-то не хватает именно в этом оружии. Ну, не знаю чего, но вот прям чего-то не хватает и прям не хочется его брать. Также, друзья, фракция мародеров. Подсказки в бою с мародерами. Первое. У мародеров появились значки уровня, чтобы светлячков было проще оценить степень опасности. Второе. Добавлены подсказки об области боссов на карте. Третье. Все светлячки, участвующие в операции, получают уведомления при появлении босса на карте. Четвертое. При фиксации светлячка мародерам появляется соответствующая подсказка. Вот здесь тоже, как бы, вот, тоже интересный момент с мародерами. Вот иногда ты не понимаешь, вот так же, как и я, тоже иногда не понимал. Это настоящий чел или просто бот какой-то непонятный? То есть, блин, иногда вот реально не понимаешь. Вот это вот, в этом я здесь с разработчиками полно согласен. То, что вот здесь они реально пересмотрели вот эту вот механику. И, как бы, теперь можно видеть, где кто есть. Также, друзья, значит, по поводу у нас карт. Компания АРК. В компании АРК добавлены новые ценные припасы. Оптимизация интерфейса выбора зоны при повторном вступлении в операцию. Оптимизировано отображение интерфейса, в котором игрок выбирает зону возрождения. И добавлено название зон. Нововведение. На всех картах снижен шанс появления продвинутого оружия. Второе. На всех картах снижен шанс появления модулей и чипов. Изменен стиль подсказок для точек с ценными припасами на мини-карте. Значки таких ценных припасов, как видеокарта и другие, стали более заметными. Изменение ключей и ключ-карт. Для ключей и ключ-карт добавлена информация о соответствующих зонах на карте. Теперь сразу же можно увидеть место, где можно применить ключ и карту. Вот это вот тоже хорошая и интересная тема. Да, то есть не надо сейчас, грубо говоря, искать, какой где ключ у тебя лежит. Сейчас у тебя на складе все сразу подписано, написано. То есть на какую карту ты идешь, сразу те ключи набрал. Вот как у меня обычно раньше были. У меня была, так сказать, моток ключей, который у меня лежал в собаке моей. Я туда все складывал, ложил, ложил, ложил туда все ключи, которые у меня были и просто шел. Блин, ну иногда так бывало то, что вот все у тебя ключи, которые есть тебе, ну есть, которые у тебя, они не те. Ну реально не те в смысле. А вот на какую-то именно карту ты идешь, сразу посмотрел, у тебя написано здесь от чего, куда, какая, от какой, так сказать, двери, от какой карты. Это именно сразу взял, положил, все супер, вообще шикарно. Вот тут вот разработчики молодцы. Ну что, друзья, вот такой вот получился небольшой краткий видосик по поводу обновления. Да, обновление вышло 7 числа, сегодня 10 число. Но, к сожалению, вот так вот по обстоятельствам получилось. То, что я записал его на три дня позже. Но, надеюсь, кому-то будет эта информация полезна. Так что, друзья, подписывайтесь, пишите комментарии, как вам это обновление. Ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Всем пока.